Крым не только пляж, полуостров как комплексный тур-продукт, культурно-исторический и событийный туризм, лечение и отдых. Разработать полноценную концепцию, привлекательную для российского туриста. Такие вопросы встали перед участниками туристического форума в рамках недели туризма в Крыму. Подробности знает Юлия Попович. Вернуть родного российского туриста в Крым. Как это сделать и чем привлечь? Участники третьего Крымского туристического форума ответ на этот вопрос знают. Их цель – выработать единую концепцию, где культурное наследие Крыма взаимодействует с бизнесом, рождая качественный тур-продукт. Представители 25 субъектов России, чиновники и туроператоры, каждый представленный регион прошел путь становления, в конечном итоге разработав свою концепцию тур-продукта. Череда советов для Крыма, каждая принятого внимания, но ставку на полуострове делают на культурно-познавательный туризм, так сказать, отдых с историей. В разработке полноценного тур-продукта никуда и без событийного туризма. Крым предлагает огромное количество проектов творческих, очень интересных, самобытных, не похожих на те проекты, которые есть в других регионах России. И, конечно, коллеги приехали к нам, чтобы у нас в том числе перенять опыт, как нужно делать такие мероприятия. Импортозамещение – актуальная тема в экономике. Такие же процессы проходят и в туризме. Оставить российского отдыхающего в России – задача не из легких, ведь он видел многое. Но подвижки есть. Уже сегодня по многим причинам россияне отказываются ехать за рубеж, отдавая предпочтение отдыху в родной стране. Очень много сделал министерством транспорта, руководством республики, для того, чтобы переправа лучше работала, единый билет заработал, и аэропорт реставрируется, и мощность аэропорта увеличена. Вот с учетом того, что горлышко въезда стало много шире в Крым, чем было в прошлом году, с учетом, нам кажется, это оценки не только нашей в Министерстве культуры, но и по оценкам ведущих наших туроператоров крупнейших в России, 5 миллионов туристов в Крыму было бы гигантским успехом Крыма. Но связана такая тенденция, увы, не с хорошим сервисом, который предлагает полуостров. Несмотря на то, что Крым стал новым предложением для россиян, а это всегда на туристском рынке бум, главная задача, которая сейчас стоит – вернуть российского туриста и в следующем году. Одной любовью сыт не будешь. Основная масса людей едет на полуостров больше из-за чувства патриотизма и детских воспоминаний, делает вывод Алла Манилова. Уровень сервиса на полуострове неординарный, средний показатель – низкий. Повысить его необходимость, а не прихоть. И собирается это сделать путем классификации отелей, гостиниц, санаторий и баз отдыха. Работа начнется с сентября. По классификации мы сейчас занимаемся очень серьезно. Дело в том, что мы в Крыму хотели бы провести классификацию не ради того, чтобы просто ее провести и отчитаться, сколько мы проклассифицировали объектов, а для того, чтобы это была польза, чтобы изменилась ситуация. Для этого мы сегодня на уровне нашего государства университарного предприятия создаем такой отдел, который будет заниматься классификацией. Мы привлекать будем ведущих экспертов в этом направлении. Но и самое главное, чего нет в других регионах России, мы будем ставить этот процесс под общественный контроль. Крым в этом году имеет все шансы опередить Турцию по количеству российского туриста. Минтур Республики прогнозирует 5 миллионов, в то время как заморскую страну по предварительным подсчетам посетят 4 миллиона. К слову сказать, к этим 4 миллионам россиян Турция стремилась долгие 20 лет. Юлия Попович, Роман Ананев, Служба новостей и ТВ, Ялта.